Новое поколение, новый герой, новый город, новое Infamous. Главный на текущий день пост-релизный эксклюзив для PlayStation 4 уже поступил в продажу. Подробности Infamous Second Son смотрите в видеорецензии от Playground.ru 7 лет прошло со времен событий, описанных в Infamous 2. Люди со сверхспособностями, известные под общим названием проводники, находятся чуть ли не вне закона. Не правительственная организация DUP или Департамент единой защиты занимается их поиском и отловом. Главный герой, веселый парень по имени Дельзин живет в свое удовольствие, бомбит высокодуховные граффити и постоянно ругается с любимым братом полицейским. Вся идиллия продолжается ровно до тех пор, пока Дельзин сам не превращается в проводника. Способность у него одна, зато очень крутая. Дельзин может копировать и использовать умения других. Параллельно с этим парень осознает, как несправедливо относятся к проводникам и решает разобраться с тиранией Департамента. Ну, гражданский долг, чувство справедливости и все дела. Дельзин отправляется в соседний Сиэтл, где находится зловещая штаб-квартира с неприятной теткой по имени Августина. И тут все завертелось. Сиэтл в Infamous 2 Second Sun по-настоящему большой, высокодетализированный город с огромным количеством интересных мест. Серьезно, куда ни глянь, везде красиво. Да, это не супер-дупер-некстгем, но ругать здесь нечего. Студию Sucker Punch можно только похвалить. Разработчики создали замечательный антураж для своей игры. Сиэтл здесь большой, светлый, современный мегаполис, по которому просто приятно передвигаться. Город разделен на районы, каждый из которых находится под стопроцентным контролем сил департамента. Уровень ее влияния можно снизить, уничтожая командные центры, КПП, видеокамеры и наблюдательных дронов. Или рисуя граффити. Или освобождая пойманных проводников. В этом, собственно говоря, и заключается весь побочный геймплей. Классических сторонних миссий с собственными героями и собственным сценарием здесь почти нет. Все это приходится на долю сюжетной линии, которая здесь длится 10-12 часов. Сюжет новой Infamous довольно прост. Сначала герой ищет в городе других проводников, чтобы позаимствовать их умения. Потом он отправляется в финальный бой. Ничего мудреного. В любом случае, простота сюжета здесь вообще не недостаток. Вся игра это такой легкий комедийный боевик. Infamous Second Son может похвастаться отлично поставленными сценами, интересными диалогами и просто потрясающей озвучкой персонажей. Серьезно, таких убедительных героев мы не видели уже давно. Даже простники по своему содержанию сцены ругани между Дельзином, проводником и его братом-полицейским смотрятся с удовольствием. Герой как ребенок радуется своим сверхчеловеческим способностям. Как любой нормальный человек, он приходит в восторг от своего умения летать или стрелять из рук огнем. Всего наборов способностей 4. Это дым, неон, камень и видео. Да-да, видео. Переключаться между ними можно в любой удобный момент. Прокачиваются все 4 ветки по отдельности. Заряд каждого умения постепенно истощается, поэтому его нужно пополнять. Высасывать дым из труб, неон из неоновых вывесок, видео из спутниковых тарелок, а камень не поверить из чего? Из камня. Что именно использовать в сражении зависит только от вашей прихоти. Камень, к примеру, дает большой урон, а с неоном или с видео вы сможете мгновение забираться на вершины небоскребов и натурально парить как птица. Бои здесь проходят динамично и очень весело. Герой взлетает ввысь, поливает врагов разноцветными сгустками энергии, бросает их в воздух. В общем, издевается как хочет. Убивать противников, впрочем, вовсе не обязательно. Их можно просто обездвиживать. Это сложнее, но это верный способ заработать себе хорошую репутацию в городе. В Second Sun все еще можно быть добрым или злым героем. От этого зависит концовка и возможность прокачать некоторые специфические умения. Многие вещи в игре реализованы отлично, но кое-что может разочаровать. Например, однообразие сюжетных заданий. Вы бегаете за другими людьми-проводниками, по крышам или ищете улики для своего брата копа, или пытаетесь найти источники энергии для открытия новых способностей, или просто уничтожаете силы департамента. Иногда случается так, что одни и те же задания просто повторяются в разных частях города и под разными предлогами. Создают впечатление, что разработчиков просто подгоняли. Вы наверняка заметите, это ближе к последней третьей игры. В этой части она не сможет предложить вам вообще ничего нового. К счастью, грамотные сцены и ни на минуту не заканчивающиеся диалоги в таких случаях скучать не дают. In Famous Second Sun определенно удалась. Это отличный open-world-экшен с высокой реиграбельностью, недостатки которого кроются совсем не в его механике. Рекомендуем обратить внимание. К тому же лучшей игры для того, чтобы познакомиться с PlayStation 4, пока просто нет. На этом все. Удачи и до встречи на Playground Room.